здравствуйте уважаемые друзья на улице легкий морозец а мы находимся в западном административном округе города москвы в районе филе давыдкова на улице клочкова улица появляется на карте города москвы в 1962 году ранее она называлась советской улице и входила состав подмосковного города кунцева который в 1960 году вошел состав москвы 1962 году было принято решение о перевиновании улицы память о герои советского союза участники великой отечественной войны московской битве василий георгиевич и клочков это личность особая о нем знала вся страна он был одним из двадцати восьми героев панфиловцев которые стали символом стойкости и мужества советских людей во время обороны москвы василий георгиевич клочков родился 13 июня 1911 года в селе синодская саратовской губернии когда он был еще совсем молод по волжье разразился страшный голод и он со своими родными уехал на алтай там он фактически потерял родных которые умерли от голода он беспризорничал потом обучил обучился в школе работал на различных предприятиях а в 1940 году с семьей переезжает в город алмата казахской ссср 1941 году когда началась великая отечественная война василий георгиевич клочков находился на руководящей работе он занимал должность заместителя директора трестов старловых и ресторанов города алмата что надо заметить многие его современники отмечали что он был бескомпромиссным борцом со взяточничеством и различного рода хищениями как бы можно было сказать борец борцом с коррупцией когда началась великой отечественной войны была объявлена мобилизация в красную армию под мобилизацию сначала василий георгиевич клочков уже подпадал по так как он 1911 года рождения он был мобилизован в красную армию как политработник и получил свой специальные звания были военно-политического состава он стал младшим политруков 22 июня 1941 года началась великая отечественная война и уже вскоре василий георгиевич колочков был мобилизован в красную армию как и миллионы других советских мужчин василий георгиевич клочков был мобилизован как политработник и получил звание младшего политрука направлен колочков был 316 стрелковую дивизию которая проходила формирование в районе города алма-ата этой дивизии суждено было войти в историю как панфиловская дивизия командиром этой дивизии был генерал-майор иван васильевич панфилов бывший военный комиссар киргизской республики ему в кратчайшие сроки суждено было сформировать дивизию которая войдет в историю великой отечественной войны как и другие будущие воины дивизии клочков проходил обучение тренировочных лагерях под алма-атой а уже в августе 1941 года 316 стрелковая дивизия отправляется в действующую армию первоначально планировалось что 316 дивизии будет участвовать в одной из попыток снятия блокады ленинграда и она прибыла в район валдай но потом положение на фронте очень сильно изменилось противник начал наступление на московском направлении началась операция тайфун по захвату москвы и 316 стрелковая дивизия была переброшена в район волоколамска где его боевые действия середина октября 1941 года василий клочков в этих боях проявил себя как талантливый политработник так и талантливый агитатор и как талантливый командир за боевые действия он был награжден орденом красного знамени 16 ноября 1941 года василий клочков и его боевые товарищи отразили атаку немецких танков в районе разъезда дубосекова там прок погибли практически все из этого бессмертного взвода в историю они вошли как 28 героев панфиловцев василий клочков сказал слова которые вошли в историю велика россия отступать больше некуда позади москва иногда эти слова некие псевдоисторики пытались подвергнуть сомнению но нужно почитать письма политрука василий клочкова который он адресовал своей семье и там красной нитью проходила мысль о том что москву ни в коем случае нельзя сдавать врагу все силы на защиту москвы подвиг василий клочков и его боевых товарищей вас вошел в историю как подвиг 28 героев панфиловцев о них узнала вся страна да и весь мир 1942 году в июне героем панфиловцев посмертно было присвоено звание героя советского союза в том числе и василию георгиевичу клачкову интересный исторический факт в июне 1942 года вдова василия георгиевича клачкова написала письмо в село нелидово местный сельсовет а именно в селе нелидово похоронены герои панфиловцы и она просила 13 июня 1942 года в день рождения ее супруга героически погибшего при обороне москвы она просила что местные жители положили на могилу героев цвета живые цветы и просьба была выполнена 13 июня 1942 года и что интересно этот момент попал в кадр когда с не создавали документальный фильм день войны который отражал события именно 13 июня 1942 года и в кадрах этого фильма мы можем видеть и вдову политрука клачкова как она работает в больнице в городе алмате и соответственно возложение цветов на могилу политрука клачкова его боевых товарищей в селе нелидово прошли годы во многих городах появились улицы названы именем героя советского союза василия георгиевича клачкова улица к примеру на которой мы находимся с вами сейчас улица клачкова есть в городе саратове есть улица клачкова в одном из городов казахстана 10 улица клачкова небольшом городке новоалтайск в алтайском крае сейчас улица клачкова в москве меняется здесь пока стройплощадка но вскоре здесь появятся новые дома город преображается преображается тот город за который отдал свою жизнь герой советского союза василий георгиевич клачков недаром он говорил велика россия отступать некуда позади москва клачков погиб подпали смертью героева товарища москва устояла и москва помнит своих героев мы продолжаем наш проект памяти благодарная москва и сегодня мы с вами были на улице клачкова в западном административном округе москвы большое спасибо за внимание до новых встреч в нашем проекте